Микс Ньюс. Отличное, личное, личное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на радио Болткома. После девяти утра. Личное утро. Друзья, начинается личное утро. И сегодня мы с огромной радостью представляем нашего гостя. Я прославленный журналист, телеведущий, радиоведущий, актер Дирико Шпелло. Доброе утро. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Очень рад встрече с вами. И с вами, уважаемые зрители, радио Болткома. Это очень приятно. Но сразу внесу поправочку. Я не журналист. Но мы же говорили о том, что интервью брать тоже всегда возможно. По своей специальности я не журналист. Ну, это специальность. Я по специальности архивист. Ну, журналистом, наверное, тоже назвать вас, Олег, нельзя. Я так думаю. Вы работник радио, блестящий интервьюер. Человек, который знает очень много в искусстве, об искусстве. Но главный ваш конек – это кино. Я бы назвал вас даже кинознайкой. Спасибо. Но, честно говоря, по образованию я историк-архивист. Такая вот архивная крыса, скажем так. Который… Что значит быть журналистом, на ваш взгляд? Почему вы себя журналистом не считаете? Ну, журналист – это, наверное, прежде всего образование. Я так думаю. По призванию – да. По призванию мне нравится. А писатель, получается, что тогда тоже? Вот только кто закончил литературный институт, может быть писателем. То есть, как корочка условная, диплом может подтвердить. Ну, вы знаете, наверное, время совсем другое уже. Мы живем в другом времени. Я еще так это по старинке, может быть, и обмолвился о том, что я не журналист. Ну, журналист – это, наверное… Ну, во-первых, я не могу сейчас вот в нашем сегодняшнем… Простите за клише. Простите, уважаемые, за клише, которое я поставлю, наверное, в наше время… В наше время и в нашем не столь большом государстве настоящих журналистов, ну, три-четыре, может быть. Такой немногочисленный список. А почему, на ваш взгляд, это так? А я думаю, что это брак в образовании. То есть, планка как-то опустилась? Очень. Везде, во всем. Везде и во всем. Я говорю это не понаслышке, потому что мне приходилось еще и приходится до сих пор заниматься педагогической деятельностью. То есть, я несколько семестров, пять семестров работал в Латвийском университете на педагогическом факультете. И могу сказать, что среди студентов, которые вот проходили через мой предмет, хотя он был необязательным для них, но они выбирали. Тем не менее, это искусство коммуникации и общения, так назывался этот предмет. Работали на латышском языке по очень интересной программе с замечательными психологами вместе. Но люди не мотивированы. Это я говорю о людях, которые придут через несколько лет в школу и будут обучать наших детей, внуков. Нет мотивации к профессии. Точно так же, наверное, происходит и практически во всех других специальностях. Получить диплом и удачно выйти замуж и уехать за границу, выйти за богатого папеньку замуж, опять-таки, спрятаться. Это стереотипы, мне кажется, у вас в том, что для женщины это сейчас перспективно. Нет, но это перспективно, потому что многие так ищут. И мне абсолютно откровенно об этом студентки и говорили. Вам приходилось талкиваться? Да, 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 я абсолютно откровенно. Я вообще человек очень откровенный и прямой человек. Я не умею, как вот в латыши говорят. Давайте подойдем как-нибудь к этому вопросу, чтобы кого-то не обидеть. Упаси Господь, да, особенно еще в наше такое время, когда нельзя сказать это напрямую. Нужно сказать, нет, вы не совсем верно. Вот думайте в этом смысле. Но это такая дипломатия. Но мне кажется, не все латыши говорят. Я думаю, что вы сейчас обобщаете насчет всех латышей. Нет, 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 я абсолютно не говорю. Я говорю, как в латыши говорят, арбалтием цимдием. Просто выражение такое есть в белых перчатках. Поэтому я человек абсолютно прямой, откровенный. Если мне что-то не нравится, я говорю о том, что это мне не нравится. Я считаю, что ты не прав. Ну, лучше так сказать. Но не изменился ли вообще мир? То есть мы, может быть, рассуждаем категориями, вот не знаю, 60-70-х годов, когда были государственные СМИ, когда была журналистом, считался тот, кто получил образование, пришел в газету, журнал, телевидение, радио. А сейчас практически журналистами считают себя тысячи, если не сказать, миллионы блогеров по всему миру, у которых есть инструмент. Они могут транслировать свои мысли, идеи, фотографии, просто бросать их в мир. И у них подписчиков больше, чем у какой-нибудь уважаемой газеты. Олег, ну это называется репортер. Вот я нахожусь на этом месте, я это вижу, я это снимаю, я это выкладываю в социальные сети или там мои материалы берут какие-то ежедневные газеты, которых в Латвии уже нет. И так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? Это называется репортер, это не журналист. Журналист – это человек, который специализируется на каком-то узком предмете и занимается глубокой исследовательской работой, на мой взгляд. И доносит этот материал целиком и полностью. Поэтому я себя журналистом назвать не могу, а настоящих журналистов в нашей стране, ну на мой взгляд, сколько я встречался, вот по пальцам, может быть, даже одной руки. Вы сказали три. Ну, может быть, четыре. Ну, может быть, и пять. Я не со всеми знакомый, не все я читаю и не все я вижу, к сожалению. Но какие-то фамилии можете перечислить? Нет, не буду. Вот этих эталонных профессионалов. Давайте не будем никого оскорблять, потому что у молодого поколения, те, которые вступают как раз на этот путь, у них будет шанс подумать об этом, может быть, и встать на более профессиональные рельсы. Потому что непрофессионализм или дилетантство у нас в нашем мире выше крыши. Слышала такое обозначение, простите, Олег, что журналист – это дилетант широкого профиля. Вот как вы к этому относитесь? Нет. Ну, почему же дилетант? Он должен быть экспертом в какой-то одной конкретной области. Не обязательно в одной. Не обязательно в одной. В нескольких, но это должна быть действительно глубокая какая-то работа. Работа, работа, а не просто сиюминутная, бла-бла-бла, записанная на бумаге или произнесенная где-то. Это должна быть работа. Вы замечали эту эволюцию журналистики за то время, сколько вы работали в этой профессии, не считая себя журналистом, но тем не менее? Да, безусловно. Как она менялась? Безусловно, мне есть с чем сравнивать просто-напросто, начиная свою работу в средствах массовой информации, в электронных. Это было в далеком 1982 году, когда я пришел на Латвийское радио. Правда, не в журналистику я пришел. Я пришел и был диктором-стажером сначала. И целый год я обучался у своих наставников, у Вилны Петровны Каллы, у Арнольда Элькина, у Маргариты Зыковой, у Эдмунда Сеяна. Я ходил за ними, я впитывал все, не говоря уже о латышских коллегах, которые тогда работали постоянно и много, и их было много. Они все были разные, каждый со своим тембром голоса, каждый со своей манерой подачи. Я все это впитывал, я учился, и лишь, наверное, 9 месяцев спустя мне доверили первую запись прогноза погоды. Запись прогноза погоды, которая будет звучать там в каком-то выпуске новостей вечером, прогноз погоды на завтра. Это была запись. А после первого эфира, я вот так, стол покрытый дермантином был, у меня руки вот так были, потому что я держал лист бумаги, он у меня вот так дрожал. Моя наставница Вилна Петровна. На записи дрожал? Нет, это был прямой эфир. И моя наставница Вилна Петровна, она сидела рядом, она так положила лист бумаги, положила мои руки, я вот так, не отрывая рук, эти три минуты провел в эфире, читая прогноз погоды. Когда выключился микрофон, она говорит, ну все, пошли, пошли, Юрочка, пошли. А я не могу встать, потому что у меня руки прилипли к этому дермантину. И когда я их отнял, вот такие струйки пота просто-напросто вот бежали по этому столу. Ну, это волнение, это эмоциональное такое. Ну, а сейчас, что касается и радио, и телевидения, я вижу не очень высокого уровня профессионалов, которые там работают. И среди журналистов, и среди ведущих, и остальное. Но нужны ли вообще журналисты в наше время, когда люди, мне кажется, вот само желание получать какую-то аналитическую информацию уменьшается, и людям просто хочется вот листать, не знаю, котиков в Инстаграме, и многим этого достаточно. А откуда они будут узнать о том, что на улице Дертруда спровалилась машина? Откуда они будут узнавать о том, что там ковид идет по планете? В Фейсбук. Условно говоря. Друзья в Фейсбуке. А, ну это тогда репортеры будут, это тогда будут не журналисты, это будут репортеры, это будет отражено лишь одно мнение, без глубокой аналитики. Мы не будем знать, откуда этот ковид появился, как с ним справляться, носить ли нам маски или не носить. Даже в условиях журналистики, видите, какие разные мнения, абсолютно разные. Одни говорят надо, другие говорят не надо. Одни говорят, это вирус искусственно выращенный, другие говорят, ну я не буду вдаваться в такие глубокие подробности. Безусловно, журналисты нужны, но журналисты, не только имеющие диплом журналиста, обучавшиеся, может быть, даже за государственные деньги, за деньги налогоплательщика и получившие образование, корочку получившие и не умеющие работать, нужны настоящие люди, которым есть что сказать. Лучше ошибиться и потом извиниться, как вчера в вашем эфире вечернем я слышал, Вадим сказал, если я ошибся, по поводу президента речь шла, то я готов извиниться. И на эту тему очень хорошо Шекспир сказал в одном из сонетов. Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть. Лучше ошибиться и исправить свою ошибку. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. А быть репортером, я приведу такой маленький пример. Не дай бог, это пример, только пример. Один репортер, назовем его так, назовем его журналистом, хорошо. Один журналист пишет. Сегодня на бульваре там таком-то, таком-то, трамвай номер такой-то, такой-то, во столько-то, во столько-то сбил человека. В результате этого человек получил смертельную травму и скончался на месте до приезда скорой помощи. А журналист другого издания напишет, более, может быть, эмоциональный человек. Среди белого дня, при ясном солнце, когда щебетали птички, невдалеке от парка, на бульваре таком-то, трамвай несся на скорости и раздавил там человека. Нога его подпрыгнула на высоту. Я говорю ужасные вещи. Это художественная уже какая-то интерпретация, по-моему. Ну, погодите, но это же тоже журналист. Не новостная. Это же тоже журналист. Не новостная, да, это другая специфика, совсем другая специфика. И еще говорят о том, что говорящий журналист или, допустим, диктор или редактор или модератор новостей, который читает это, что он не должен интонировать. То есть он не должен давать какие-то акценты. На мой субъективный взгляд с высоты моего, с высоты моей колокольни и такого большого опыта, я могу сказать, что не бывает неинтересных информаций. И информация, не прочувствованная тобой, она не попадет зрителю, слушателю. То есть вы считаете, что диктор не может быть индифферентным в этом смысле информации? Нет, никоим образом. Он не должен быть таким. Он не должен быть таким. То есть участливость должна быть. Да, безусловно. Своё отношение какое-то или что? Ну, отношение тоже нужно выражать по-разному. Не надо и навязывать своё отношение, но показать своё отношение, наверное. Поэтому и существуют радиостанции такой направленности, такой направленности телестудии, такой направленности, такой направленности. Но если говорить, простите, я опять перебиваю вас, если говорить об объективности, в данном случае, когда субъективная оценка какая-то присутствует в интонации, в голосе, может быть, в педапаузе. А что бывает объективно? Ну, журналистка должна быть объективно. На мой взгляд, да. А что объективно? Нет, а что объективно? Подача информации. Есть факт, который вы передаёте, но передаёте вы его абсолютно по-разному. По-разному, потому что можно сказать, сегодня состоялся пикет, в котором участвовало 10 человек. Нет, это недопустимо, то, что вы сейчас… Ну, вот да. Вот это недопустимо. Я вот говорю, что вот это… Это недопустимо, это брак в работе. Это называется брак в работе. Нет, но можно сказать о том, что сегодня у здания Сейма, или не сегодня, а необходимо провести пикет у здания Сейма по вопросу такому-то и такому-то. Это как призыв звучит. Погодите, погодите, почему призыв? Ну, хорошо, возьмём тогда констатацию факта. В следующий вторник, перед заседанием парламента, у здания Сейма состоится пикет работников сельского хозяйства, которые будут просить открыть границы для третьих стран, для работников третьих стран, потому что нужно собрать урожай. Клубника просто-напросто гниёт, а цены бешеные такие у нас. Ну, так вот, эту информацию можно подать по-разному. Можно, что называется, от себя и с презрением это. Во вторник состоится пикет такой, можно пробросить, а можно вникнуть в эту ситуацию и в эту проблему. И тогда действительно люди, которые живут на селе и слушают ваше радио или смотрят это телевидение, они поймут значимость этого пикета. И даже те самые горожане, которые имеют к силу очень далёкое отношение, они придут на этот пикет поддержать этих. А если это будет прочитано вскользь, не касается меня, я здесь просто как информатор, как машина доношу этот факт. Вот повестку дня я вот эту перечисляю. Это будет неинтересно, это будет неинтересно никому. К тому же мы с покойным уже очень хорошим режиссёром Антоной Япполой, которая проработала огромное количество лет на латвийском радио, и мы с нею занимались подготовкой людей, которые идут к микрофону, но я говорю про прежние времена. Мы вывели такую формулу, что находясь у микрофона, обязательно нужно иметь своего слушателя. Второе, находясь у камеры телевидения, нужно иметь обязательно своего зрителя и разговаривать с ним, задавая ему три немых вопроса. Они не задаются вслух. Первый из них – ты или вы меня слышите? Вы меня понимаете? И самый главный третий вопрос. Вы чувствуете, что я хочу вам сказать? О какой субъективности в данном случае мы можем говорить? Я помню, в одном из интервью вы говорили о том, что для вас одна из высших похвал. Одно из высших похвал было то, что зритель отвечал вам, когда вы здоровались, и вам говорили «здравствуйте» в ответ. И до сих пор ещё. Да, интонации эти могут быть разные, конечно же, когда я говорю «добрый вечер». Если в выпуске новостей ничего такого суперстрашного не происходило, тогда можно пожелать «доброго вечера» людям. А если, например, что-то действительно трагедия… Ну, тогда здравствуйте, тогда крепитесь, друзья, тогда здравствуйте. В эфире там, допустим, такая-то служба новостей, такого-то канала или ещё что-то. Здесь тоже, понимаете, это уже ум такой должен быть, потому что, когда я наблюдаю за творчеством коллег своих, неважно, живут они в этой стране или в какой-то другой, когда выпуск новостей начинается. И идут страшные кадры, взрывы там, я не знаю, ещё что-то. И при этом, как можно начать программу именно вот с таким выражением лица? Ну, послушайте, ну, все мы люди, ты думай о том, что ты говоришь, ты же получаешь заработную плату, которую нужно заработать. А голова – это мыслительный аппарат, а не болванка для прически. Ну, вот я до сих пор тоже использую эту фразу, работая со своими уже учениками и воспитанниками. Ну, это мы о журналистике всё говорили, я не журналист. Ваша профессия актёра, она какую роль сыграла в вас в профессии журналиста? Я думаю, что самую главную. Я думаю, что самую главную, потому что раньше, да и сейчас, наверное, в театральных учебных заведениях не изучали такой предмет, который называется психология. Отдельно не изучали. Но профессия артиста, она подразумевает к себе всё время психологию, потому что нужно анализировать фразу, поступок, действие, шаг, полшага, вздох. Почему мой герой это делает? Если это по требованию автора, который в ремарке пишется в пьесе, то тогда мне нужно это объяснить. А это же чистая психология. Поэтому актёрство в моей работе вот на протяжении всех этих 38 лет, а если брать ещё и мой послужной список несколько раньше, потому что у меня два театральных учебных заведения. Я учился вначале в Саратове, в Саратовском театральном училище имени Слонова, у замечательных мастеров. И довелось мне ещё поработать в самом лучшем детском театре мира у Юрия Петровича Киселёва в ТЮЗе в Саратовском. А потом я учился у славного, очень известного тоже во всех театральных кругах мастера Адольфа Яковлевича Шапира здесь уже в Риге. Поэтому такая, может быть, большая театральная школа, вот она как-то и сложила во мне всё это. Но нет ли в этом противоречия, учитывая, что кодекс журналиста в первую очередь обязывает нас говорить правду, не врать, на мой взгляд? А что касается актёра, это всё-таки лицедейство актёрства? Я не думаю, Анна, что кому-то будет интересно, что у вас случилось дома. Я, простите, не знаю, замужем вы или нет, пришёл ли ваш муж сегодня домой, принёс ли он заработную плату, здоровы ли ваши дети, есть ли у вас, я не знаю, там, картошка хотя бы или гречка, та же самая, на ужин сварить, потому что больше ничего нет. Я не думаю, что этот груз вы принесёте, разговаривая со слушателями радиоболтком. И вы будете такая вот задавленная вся и думать, ах, негодяй, он опять не пришёл, что там могло случиться? А может быть, он всё-таки принесёт мне там какую-то копеечку, я смогу там что-то купить. Я не думаю, что с этим вы должны приходить к своим слушателям. Я думаю, что вы должны отбросить все ваши личные невзгоды и прийти с желанием говорить с людьми. Вот это самая главная задача. Говорить с людьми, не о своих проблемах. Не совсем поняла вас, пример может быть ясен, но не совсем поняла, как это может взаимодействовать, лицедейство и правда. Как это может соседствовать профессионали? Неправду говорить вообще нельзя, потому что ложь всегда наказуема. Вы упомянули господина Лапсу, который пишет книгу. Да, вот я просто спрашиваю, да, Лапсу журналист, спрашивает наш слушатель просто. Лапсу журналист, да. Вот он копает, что называется, он копает. Я с очень большим уважением отношусь к этому журналисту, к этому автору и к этому гражданину этой страны с очень большим уважением. Пожалуй, такую работу мало кто делает. Вот, мало кто делает. Ну, господин Домборс еще. Да, вот уже две фамилии прозвучало. Да, да, да. Вы же вернулись у вас все-таки, да. Но если вернуться к моему вопросу, Юрий, вот как вы думаете, как это можно в себе совместить? С одной стороны, актер надевает на себя, ну, какие-то слои, наверное, да, выходя на сцену, вам виднее, возможно, вы меня поправите. Что касается журналиста, то он в этом смысле, мне кажется, должен быть, ну, вот такой обнаженный, правда. Ну, когда вы хотите, вот только что на нашем примере, на примере нашей беседы, вы хотели узнать у меня какие-то фамилии, видите, я две фамилии уже вам назвал. Значит, вы тоже своего добились. Это не лицедейство с вашей стороны, это не хитрый подход к этому, это не стратегия. Ну, вы же сами назвали эти фамилии. Да, но вы меня подвели к этому, вы меня расположили к этому, что я назвал эти две фамилии. Один, может быть, по просьбе ваших слушателей, одна фамилия прозвучала как раз от Алапсы, а вторая вот так у меня вылетела. Потому что я разоткровенничался, и я вот теперь уже открылся перед вами. Давайте о чем-то другом поговорим. Ну что ж, мы напомним телефоны прямого эфира, наши слушатели тоже могут нам звонить. Очень много звонков, попросим надеть наушники. Здравствуйте. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Ваш вопрос. Давайте другой звонок. Другой звонок, сразу другая линия. Да. Говорите, пожалуйста, нет, что-то, я не понимаю, звонки были, но... У нас какая-то тишина сейчас, но я напомню, что вы можете нам звонить 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Говоря про лицедейство, все-таки вот актерскую профессию сейчас, и действительно это спектакль «Танго Экспланада», и вообще было много других. Вот что это вот как часть жизни, как какая-то возможность попробовать, может быть, себя в каком-то другом качестве, что это значит для вас? Ну, я не знаю, как попробовать себя в другом качестве, что же себя пробовать, если ты профессиональный актер, просто нужно вспомнить то самое, чему тебя учили. И опять-таки, наверное, была потребность во мне такая, и спасибо большое всем участникам всех этих проектов, в которых я был занят, и, может быть, они появятся еще, за предоставленную возможность еще перевоплотиться и еще дополнить, может быть, свой, ну, не послужной список, я не стремлюсь к этому совсем, пополнить, может быть, и дополнить, и попробовать еще себя вновь в этом качестве, вновь выйти оголенным, несмотря на то, что костюмы, конечно же, надеты, выйти оголенным к зрителям, выйти со своей душой, выйти и рассказать им о своем герое, о том, что нас, всех участников спектакля, начиная там от автора, режиссера, художника и артистов, композиторов и так далее, и так далее, о том, что нас волнует, о том, к чему мы не безразличны. — Это предложение, я имею в виду, вот не каждое предложение, я понимаю, может быть, принимается, вот чем заинтересовал это, этот проект, этот спектакль? — Мне был очень симпатичен мой герой, которого мне предложили, если говорить о спектакле «Танго Эспланады», пожилой, одинокий, имеющий и ценящий чувство собственного достоинства, и не желающий смириться с создавшимся положением, с сегодняшней ситуацией, в которой он находится, не ищущий себе выгоду, а ищущий покой и человек, желающий счастья, не только себе. — Некоторые актеры, которые были гостями наших программ, зачастую говорят о том, что тщеславие необходимо в актерской профессии, а, наверное, такое здоровое тщеславие, как они это любят интерпретировать, которое является таким катализатором для того, чтобы свой талант наиболее, ну, раскрыть, скажем так. — Насколько вам это свойственно в жизни? — Ну, это, по-моему, каждому человеку приятно говорить и слышать о том, что ты хорошо сегодня провел эфир, ты сегодня сделал, подготовил очень хороший материал, потому что это является каким-то стимулом определенным. — Говоря о театре, об актерах, ну, это один старинный такой актерский анекдот, когда две врагини, ну, говорят о том, что в театре очень много там завистливых людей разных, ну, и по-разному складывают соотношения между актерами, ну, вот две врагини, которые одна с другой встречаются, а у одной из них был накануне срочный ввод спектакль по причине болезни другой актрисы. Ну, вот они на следующее утро встречаются, и одна из них говорит «Видела, видела, душечка! Отвратительно! Понимаете?» Поэтому «Доброе слово и кошке приятно». Да, наверное, вы называете это тщеславием, я называю, наверное, это признанием. И очень приятно, находясь на сцене театра, работая в спектакле, отдаваясь этому искусству, искусству перевоплощения, говоря по Станиславскому, чувствовать это дыхание зала и чувствовать немедленную, сиюсекундную реакцию – это то, что не может дать ни радио, ни телевидение, ни кино. Театр – это ежесекундное проживание жизни здесь. Может быть, это я в предлагаемых обстоятельствах, возможно, по Станиславскому, да. А возможно, это придуманный образ. Баба Яга не может быть я в предлагаемых обстоятельствах, уисповолнение мужчины. Понимаете? Это придуманный образ. Но все равно существование, органичное существование вот в предлагаемых обстоятельствах своего героя и признание коллег, зрителей, критиков, то это да, это дорогого стоит. Вот говоря о признании, вот голос, который, я не знаю, много, наверное, есть дикторов, людей, ведущих, которых узнают по голосу, и, ну, как вот Левитановская там, от Советского информбюро, вот точно так же, вот, добрый вечер, вот в вашем исполнении узнается сразу, ну, вот с первых слов, откуда этот голос? Как вот, как он, я не знаю, может быть, это какие-то специальные упражнения, может быть, это... Да, безусловно. Безусловно, это тренинг, специальный тренинг, этим занимаются педагоги, и я в том числе занимаюсь уже сейчас, продолжая дело моих педагогов. Это занятия по укреплению голоса, по постановке голоса, это дикция, безусловно, это правило арфоэпи, это наука о произношении звуков и слов. И меня очень раздражают люди, работающие в электронных масс-медиа, говорящие с народом, неправильно говорящие, или с какими-то грязными потоками речи, с неправильными звуками, которые они используют, и, ну, естественно, ударение в русском языке. Ну, русский язык, он богатый язык. Ребята, ну, если наш родной русский язык, ну, давайте к нему уже бережно будем относиться, и не будем говорить «взяла», «позвонила», «ракушки», ну, и много-много других договоров, или вот то, что так называемые латышизмы, есть русизмы в латышском языке, а у нас вот в русском языке, у живущих в Латвии пришел такой латышизм, когда мы говорим «пятнадцать кома три», какая кома? Кома в русском языке – это только медицинское состояние человека, в которого вводят там или он сам впадает в кому какую-то или еще что-то. Откуда вдруг в русском языке появилась кома? «Пятнадцать и три десятые», вот и все, и больше ничего не нужно. Или когда ведущие чтецы новостей или еще читают вот сейчас температуру воздуха, плюс тридцать градусов, плюс двадцать пять. Ребят, ну, лето, ну, какой плюс? Зачем плюс нужно говорить? Скажите просто температуру воздуха тридцать градусов, скажите двадцать восемь градусов. А если где-то в Зилупе будет минус два, то тогда можно сказать два градуса мороза или минус два. Тогда будет понятно, что там заморозки. Простите, уважаемые зилупцы, не хотел вас обидеть. Вы какие рекомендации сегодня даете тем, кто идет в профессию журналиста? Надо любить свою профессию, надо идти туда тем, кому есть что сказать. А если тебе нечего, что сказать, сиди дома, вари борщи, которые у тебя получатся невкусными, потому что ты будешь делать их без любви, ты будешь их делать без определенного отношения. Но как только у тебя внутри появится потребность сделать вкусные блюда, доставить удовольствие своим ближним или своим слушателям, своим зрителям, если тебе есть что сказать, тогда иди. А свое дурное настроение, ну оставь его или в подушке вместе со слезами, если ты плачешь. Хотя это хорошее дело иногда, и нужно поплакать. А говоря о профессионализме, Олег, К сожалению, к большому сожалению, я вот уже будучи три месяца как безработный человек, а вот мой, как вы говорите, левитановский голос, да, у меня даже есть статья такая, которая называется «Наш латвийский левитан», да, про меня писали из моего родного города Елгова, журналисты, так меня назвали, и Ольга Сергеевна Высоцкая, напарница левитана, когда я был в Москве на курсах, и мой мастер, московский мастер Илья Ефимович Прудовский привел меня к Ольге Сергеевне и сказал, «Оля, я тебе привел, послушай, я только сказал, здравствуйте, Ольга Сергеевна». Она затряслась и закричала, «Юра, Юра, мне было так неловко, я не понял, собственно говоря, что произошло. Оказывается, у нее в ассоциациях возник Юрий Борисович Левитан». И вот с тех пор как-то вот такое прозвище, кличка или клише на меня, наверное, и направлено. А когда плакали последний раз? Ну, относительно недавно, относительно недавно, когда я вновь потерпел какое-то поражение, абсолютно незаслуженное поражение, это случилось, случилось, ну, давайте не будем о грустном. Да, и мне стало легче. Я понял о том, что я просто нахожусь в таком обществе и в такое время, что меня не понимают люди. И вот это самое страшное. Находясь без работы, я очень много сейчас думаю, взвешиваю, переоцениваю, очень многое. Я не боюсь никакой работы. Я могу пойти, условно говоря, в какой-то большой супермаркет, выкладывать товар. И не боюсь встречи со своими зрителями и слушателями. И хожу туда, и меня там встречают, и спрашивают, как дела, а почему? А, ну, вот, наверное, все будет, наверное, все получится, и опять мы вновь встретимся. Мне нечего на это сказать. Я не знаю, встретимся мы или нет. Я улыбаюсь и говорю, да, наверное. Спасибо вам большое за то, что вы узнали меня. Спасибо за то, что поговорили со мной. И мне становится легче. Вот это, наверное, тоже народное признание. Наверное. О том, что люди не безразличны к тебе. Но, говоря уже о профессиональной сфере, о сфере занятости, увы, профессионалы, если вы считаете меня профессионалом, даже по голосу, они не нужны, они не востребованы. Ну что ж, ограничимся тогда дилетантами, за что уже с чем я не могу, как гражданин этой страны, смириться. Дилетантство не терплю. Просто-напросто. Не терплю. Да, я могу, может быть, и сандалеты какие-то шить себе сам, но это будут мои сандалеты. И я не могу их рекомендовать или там продавать кому-то еще. Почему дилетанты, недоучки, люди, которым нечего говорить, они занимаются такими делами, да еще пытаются руководить моим сознанием, оперируют моими деньгами или еще что-то. Я не пойду к врачу, который не имеет образования или который имеет плохую репутацию. Это не врач. Он не имеет права лечить людей. Я пойду к дипломированному специалисту. А если этот доктор обучался в медицинском институте, и теперь у нас их два, если он обучался только ради диплома, да, пройдя огромную специализацию, затратив большое количество энергии, возможно, даже средств, если он обучался за собственное, то он уже не может быть плохим врачом. Я не отдам своих детей или своих внуков, педагогу, который не имеет мотивации и не работает в школе, приходит как робот, отчитывает только свои часы, свои предметы, и его не интересует душа. И этот маленький человек, которого он должен воспитывать, должен помогать мне, как родителю, в воспитании, в профессиональном воспитании этого человека. Ну, это вот мои такие постулаты, пусть они, может быть, не современные, они не соответствуют 21 веку. Послушайте, но... Вы жестковый иный человек, я бы даже так сказал. Да, безусловно. Я безумно жесткий человек, что касается моей профессии. Я готов, ну, образно говоря, конечно, горло перегрызть людям, которые являются дилетантами и с пеной у рта отстаивают свою правоту. Существует огромное количество курсов и специалистов, где можно научиться этому. Стать хотя бы ремесленником и не оставаться дилетантом в этой профессии. Хотя бы ремесленником. Не говоря уже о таланте и о талантливых людях. У нас очень много звонков. Пожалуйста. Мы попробуем принимать. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Нет, мне кажется, что-то случилось. Что-то мы видим, да, что звонки есть, но не можем... Рэй Файнс, вот я просто хотел спросить, да, вот общение с ним, поскольку я понимаю, что именно вы помогали ему во время съемок... Да, во время озвучивания. Озвучивания, да. Озвучивания, да. Это озвучивание проходило здесь, в студии Поднекса. Рэй Файнс вообще согласился сниматься у Веры Глаголевой по Тургеневу, «Месяц в деревне Тургенева». Фильм назывался «Две женщины». Он согласился лишь на тех условиях, что он сам будет озвучивать эту роль. Но они как-то там немножко хитро поступили и решили выпустить озвучку Файнса на экраны какой-то третьей категории. Я не очень разбираюсь в этом деле. Ну и случилось так, что искали для Файнса здесь репетитора в русском языке, поскольку озвучка была именно в Риге. Выбор пал на меня. Мне было сказано, что я должен прийти к назначенному часу в отель, куда приехал как раз Файнс. Меня издалека должны были ему показать. Если он даст свое согласие, то я могу приблизиться к этой персоне. Я не волновался, мне было интересно очень работать с этим человеком. То есть я настраивался на работу. И когда действительно Вера Глаголева, покойная уже, показала, где я стою, он мне махал рукой и сказал «Хай, Юри!». Я ему сказал тоже поздоровался и мне позволили приблизиться. Через 10 минут мы уже сидели за столом и уже работали вместе с ним. Я ему ставил некоторые звуки, потому что английские звуки отличались, естественно, от русских звуков. Например, та же самая знаменитая «Т», которая берется не так, позиция не та. Потом подключился его друг и переводчик, некий Майкл, Михаил, бывший советский житель, скажем так, потом уже эмигрировавший, наверное, туда. Ну, я не знаю всей этой истории досконально. И мы с ним работали. Работали на протяжении пяти дней. И работа с таким мастером оставила очень большие, замечательные такие впечатления, потому что он действительно мастер. Человек мотивированный он. Хотел это сделать. У него не получалось. Он пробовал и пять, и пятнадцать, и сорок раз. И вот я как был этот отдел технического контроля. Вот если мое ухо уже пропускало такой вариант, то тогда мы переходили к следующей фразе. Писали по фразам. Но этот опыт был очень интересен и для меня, и он признался, что и для него тоже. Ну, и Вере Глаголевой тоже было интересно наблюдать за всем этим процессом. Она его видела на съемочной площадке, она видела его актерские способности, а теперь уже и мастерство дубляжа. Потому что он, по-моему, в следующих фильмах были и другие фильмы, где он играл на русском языке. Послушайте, он специально перед съемкой этого фильма приехал за три месяца раньше в Россию. Он был в какой-то деревне. Он впитывал весь менталитет русского народа. Он ел простую еду, ходил в обыкновенной одежде, хотя играл дворянина там в этом фильме. То есть, не низшие слои общества, он испытал все это на себе для того, чтобы это все понять. Профессионал. И он уже приехал с готовым русским языком у него. Он был. Он изучал его до этого. И он безумно влюблен. Я здесь в полном значении этого слова. Безумно влюблен в русский язык. Безумно влюблен. Он читает Пушкина. Он читает Лермонтова. Он знает Достоевского, то есть в оригинале прочитанный. Он говорит с тобой по-русски, а не по-английски. Несмотря на то, что это вот гражданин такой и звезда такой величины. Очень жаль, конечно, что он номинировался много раз на Оскары. И вот, к сожалению, пока еще никак. Но все еще впереди, я уверен, что замечательный артист. Он, кстати, играл Пушкина, только не Александра Сергеевича Пушкина поэта, но он играл преподавателя Нуриева. Это уже один из последних фильмов. Там он говорил на русском языке, поэтому я тоже смотрел этот фильм и думал, вот и моя частичка там тоже есть. Так что мы спотографировались с ним на память. Он оставил мне добрую запись на листе бумаги, так что все было здорово. Как ваши дела сейчас? Вы что имеете в виду? Тоскливо. Тоскливо. Отчасти я, ну не скажу, что несчастный человек. Несчастный человек, это звучит вообще как-то. Несчастный человек. Я несчастный человек лишь только в том, что у меня нет в данный момент счастья. Большого счастья. А для меня постулат счастья я вывел следующий. Счастье – это тогда, когда ты нужен. То есть быть полезным. Я очень счастливый человек, потому что я нужен своей семье. В данный момент я нужен своим растениям, которые я выращиваю. Я нужен этой травке, которую я кашу регулярно. Но для меня, находясь еще, наверное, в таком возрасте и в такой творческой силе, я бы хотел делать больше и быть больше полезен этому обществу. Поэтому я не совсем счастливый человек, скажем так, в данный момент. Но я верю о том, что… Я оптимист. Я верю в то, что как-то положение исправится, что-то будет. Может быть, и вновь откроются новости на Первом Балтийском канале. Может быть, мне будет предложено, или я сам себе найду какую-то другую работу. Но в крайнем случае встретимся у полок супермаркета. 16 лет вы проработали на Первом Балтийском канале. Такая культовая фигура для многих зрителей Латвии. Понимаю, что этот вопрос, наверное, будет для вас неприятным, учитывая, что переживать это было все очень больно, наверняка, и трудно для вас. Но вот тот финальный день, когда вы записали трогательное видео, и многие, конечно, со слезами на глазах его смотрели, что вы переживали в тот день финальный? Ну, о своих личных переживаниях, наверное, я не буду говорить. Я думал о том, что... Я думал о несправедливости, которая произошла. Произошла... Не хочу анализировать, с чьей стороны эта несправедливость была, но я чувствовал несправедливость просто-напросто по отношению к себе, по отношению к своим коллегам, по отношению к нашему коллективу, и, главным образом, по отношению к той многосоттысячной аудитории, которая встречалась с нами практически каждый вечер в новостях. О несправедливости, о политизации всего этого процесса, не знаю, в чем там политика была, и до сих пор еще мне навешивают клише, называя меня лицом Кремля, рукой Москвы. В открытую, в открытую, именно так и говорят. Хочу и телезрителям, радиозрителям вашим и радиослушателям сказать о том, что латвийское время, программа «Латвийское время», «Литовское время» и «Новости Эстонии», на которой работали как раз мы, наш коллектив, мы отображали лишь местные события, происходящие в наших странах. Так что латвийское время было только о событиях в Латвии. И никакой руки Кремля или лица Москвы там быть не могло. Не могло. А люди, которые так утверждают, и до сих пор довольно-таки высокопоставленные люди, и так считают, и опасаются мнений других, они глубоко в этом заблуждаются. Им не хватает зрелости и политической смелости признать все это. Вы знаете, был один такой очень интересный случай. Люди, по-другому думающие не так, как думаю я, и говорящие на другом языке. Мы однажды встретились на одном мероприятии. Они подошли ко мне, здоровались и говорили о том, что мы видим тебя, и мы гордимся тобою, что мы с тобою знакомы, что мы с тобою вместе работали. Вот тогда для меня это было очень большим откровением, о том, что люди смогли признать все это. Но прошло какое-то время, и опять все, рука Кремля, лицо Москвы и так далее, и так далее. Мы деградируем, наше общество деградирует. Мы перестаем ценить то святое, что закладывалось нашими предками на протяжении многих-многих веков. Не оскорби, не убей, не укради, и так далее, и так далее, и так далее. Деградируем. Печально. Ну что ж, время нашего эфира подходит к концу, и это тоже печально, что оно подходит к концу. Спасибо вам. А можно еще мне? Да, пожалуйста. Еще одну минуту можно? Я, конечно же, не останавливаюсь на том, что я кашу траву и ухаживаю за растениями. Я еще готовлю свой такой маленький-маленький концерт, скажем так. Маленький концерт, и встреча, она уже состоится в конце этого месяца в одном из рижских клубов. Следите за рекламой, что называется. И мне хочется, вот не заканчивая на такой грустной ноте, дать вам один совет, но словами Лермонтова. Если друг тебе сгрустнется, ты не дуйся, не сердись, все с годами пронесется, улыбнись и разгрустись. Дев измены молодые, и неверный путь частей, и мгновенья скуки злые Стоят ли тоски твоей? Не ищи страстей тяжелых, и покуда Бог тебе дает, не к торпей часов веселых, а печаль сама придет. И людей, не презирая, не берись судить других, лучшим быть не воображая, скоро ты полюбишь их. Сердце глупое творение, но и сердцем можно жить, и безумное волнение можно так же укротить. Беден, кто в судьбы, в ненастье, все надежды испытав, наконец, находит счастье, чувство счастья, потеряв. Спасибо вам. Спасибо. Мы благодарим вас. Спасибо, что вы пришли. Спасибо вам большое. Спасибо, желаю вам здоровья, процветания, и самое главное, будьте нужны, и говорите, тогда, когда вам есть что-либо сказать. А если нет, ну, варите борщи. Возможно, они будут вкусны. Будем надеяться, что это относится и к мужчинам, и к женщинам. Безусловно. Спасибо вам. Спасибо, до свидания. Утро на Волткове.